Богата самарская земля на замечательных учителей. 63-й регион вновь среди лидеров конкурса «Учитель года». Анжелика Зимина, учитель русского языка и литературы из Сызрани, стала одной из 15 педагогов, вышедших во второй этап. На конкурсе не отступала от своего принципа «делай, что должен и будь, что будет» и добилась успеха, хотя конкуренция была очень высокой. Сомнения были, поскольку все участники очень яркие, самодостаточные, талантливые. Мы за время конкурса сдружились, мы перестали быть соперниками. И мне кажется, что в любом случае здесь проигравших нет. Здесь на самом деле все победители. География конкурса поражает размахом. От представителей Калининградской области до учителя Чукотского края. Среди вышедших во второй этап почти треть педагогов учат детей русскому языку. Также больше одного представителя имеют биология, английский язык и история. Как раз историком является Иван Филатов из Казани. Признается, приберег пару козырей на второй тур. Мы работаем каждый из педагогов по своей методике. Соответственно, эта методика должна у нас прослеживаться от, грубо говоря, первого этапа написания эссе, заканчивая, ну, то есть, надо пройти через урок, метод семинара и, соответственно, мастер-классовым. Поэтому, ну, конечно, какие-то интересные вещи, фишки у меня всегда заготовлены, но линия будет соблюдена. Времени на празднование почти нет. Второй этап начинается практически сразу. Лауреатов ждет несколько испытаний. Остальные участники конкурса пока домой не уезжают. Они станут судьями и наравне с родительским, ученическим и большим жюри будут заниматься, пожалуй, самой сложной работой – оценивать выступления своих коллег. Да, конечно, тяжело. Это, в общем-то, вы знаете, это самая ответственная и, наверное, самая тяжелая процедура. Уровень очень высокий. Вы знаете, я, я говорю, в конкурсе с 94-го года, с прошлого века, вот, и наблюдаю, как вырастает, в общем-то, профессионализм. В коридоре школы номер 132 уже есть своеобразная аллея славы первого этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Для этапа второго место также подготовили. Будет ли здесь фотография Анжелики Зиминой из Сызрани или кого-то другого, мы узнаем совсем скоро. Андрей Грагуленко, Василий Колдашов. События.